Всем привет дорогие друзья! Это пятый неформатный ролик на нашем канале. Друзья, подписывайтесь на наш телеграм-канал, там сейчас идет онлайн-трансляция важных событий на Украине. Не пропустите, подписывайтесь, ссылка в описании. Итак, ФАС, пятерочка, карусель и перекресток с 3 марта вводят ограничение на оценки в 5% на хлеб, молочные продукты, овощи, борщевого набора и сахар. S7 Airlines отменяет международные рейсы, включая в страны СНГ. Совет директоров Лукойла выступил за скорейшее прекращение военного конфликта на Украине. В Великобритании еще 37 стран передали в Международный уголовный суд в ГАГе данные о возможных военных преступлениях России на Украине, сообщила глава британского МИДа Ли Страс. То, что делает путинская Россия, уже квалифицируется как военное преступление, заявил премьер-министр Великобритании Джонсон. Байден заявил, да кто такой этот Путин, чтобы создавать государство на чужих землях? Слушайте, я уже неоднократно говорил, что я лично против войны. Да любой, да любой войны, да любой здравомыслящий человек против войны. Я очень надеюсь, что это все очень скоро закончится. Но вот такие заявления меня бесят не меньше, а то и больше. Охренительно, конечно, читать такие сообщения от Джонсона, Байдена и их министров. Особенно, когда знаешь о военных преступлениях Соединенных Штатов Америки, Великобритании на Ближнем Востоке, от бомб которых погибли от 182 тысяч до 200 тысяч человек. А в Ливии, а в Сирии, а много где еще? А сколько неофициально? И не счесть, наверное. Кто такой Путин, чтобы создавать новые государства? Не, а слушайте, а кто такие США, чтобы дербанить Югославию в центре Европы и создавать новые государства, которые тоже не обошлись без жертв? Дорогие подписчики, вы знаете мое отношение к Путину. Я не люблю его за многое. Но вот Запад за их мерзкое лицемерие я не люблю еще больше. Где санкции против США за Ирак, Ливию и за все остальные страны? А, ну да, как высказался один американский журналист, это страны не цивилизованные, поэтому их можно и побомбить немножко. Какие же вы все-таки... Ну вы поняли. Ладно, идем дальше. Итак, второй раунд переговоров России и Украины завершился. Украинская делегация не получила результатов, на которые рассчитывала, и продолжит диалог в третьем раунде переговоров, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он также рассказал, что стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров с временным прекращением огня. Главный вопрос, который решили сегодня, спасение людей, гражданских лиц, заявил глава российской делегации Мединский. Ну знаете, посмотрим, как эти договоренности будут исполняться. Особных надежд я, честно говоря, не питаю. Но будем надеяться. Так, международный паралимпийский комитет отстранил российских спортсменов от участия в играх в Пекине. Ну знаете, такое. Нахрена воевать с инвалидами? Я не понимаю. Хотя еще вчера уверяли, что их допустят. Рогозин. Россия прекращает поставки в США ракетных двигателей. Пусть США летают на своих метлах, заявил Рогозин. Ну, ответ очень интересный. Но как бы, как с батутами потом не получилось, правда? Россия также прекращает сотрудничество с США по экспериментам на МКС. Россия, кстати, массово закупаются в Икеа. С завтрашнего дня все магазины компании в стране закрываются до 31 мая. Пока что. Зеленский обратился к США и Евросоюзу с призывом обозначить сроки закрытия неба над его страной или хотя бы предоставить военные самолеты. США им отказали. Боинг пристановил обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний. Ранее это сделали Аэрбас. Ну, это, знаете, очень тревожная новость. Без обслуживания и техподдержки летать через пару месяцев будет, ну, знаете, очень опасно. Но это еще если денег хватит на билет в свете последних событий, правда? Власти Тайваня заявили, что военная угроза со стороны Китая нарастает, растет. Кстати, я уже не удивлюсь, если Китай под шумок откроет второй фронт и войдет в Тайвань. Я уже сегодня вообще ничему не удивляюсь. Минпромторг России предлагает повысить минимальную планку налога на роскошь для автомобилей с 3 миллионов до 10 миллионов рублей. Ну да, такими темпами даже Приора с Веста рискует стоить 3 ляма. У нас каждый таксист теперь роскошный. Не, ну согласитесь, фраза роскошный Солярис, роскошная Приора звучит не очень. Автоваз с 5 марта приостановит производство автомобилей на своем заводе в Тольятти на неопределенный срок. Узнали ведомости. Компания столкнулась с дефицитом немецких полупроводников. А как же импортозамещение и готовность к санкциям, как заявляла Матвиенко? Или в ее понимании готовность к санкциям это когда бабло еле успели из-за бугра вытащить? Да? А свои полупроводники за 20 лет прорыва делать не научились? Я не понял, наши что, решили все зло разом победить? Эхо Москвы, олигархов и российский автопром? Международный суд ООН в Гаге запланировал на 7-8 марта слушание в разбирательстве между Украиной и Россией. Все это, конечно, интересно, но, как я уже говорил, когда же суд ООН запланирует слушание в разбирательстве бомбардировок США, Ирака, Ливии и так далее? Появилось видео убийства израильского гражданина территориальной обороны на Украине. Его признали за чеченца. Это все очень ужасно. Повторюсь, нельзя было давать простым гражданам оружие. Они уже пуляют не только по своим, но еще и по иностранцам. Это все очень и очень печально. Пару слов об информационной войне. Если бы у информационной войны было бы лицо, то оно выглядело бы как-то вот примерно вот так. Так что перепроверяйте информацию и не доверяйте всему, что пишут со всех сторон. Абрамович продает футбольный клуб Челси и намерен выручить около 4 миллиардов фунтов стерлингов. При этом потенциальные покупатели оценивают стоимость клуба в 2 миллиарда. Ранее Абрамович уже отклонил предложение о покупке клуба за 2 миллиарда 200 миллионов фунтов стерлингов. Роман Абрамович купил Челси в 2003 году за 140 миллионов фунтов стерлингов. Сейчас хороший курс, подумал Абрамович. Купил за 140 миллионов, продает за 3 миллиарда. За 4 миллиарда. Вот это санкции. Если он немного подождет, то продав за 2 миллиарда, это в рублях будет сумма близкая к 4 миллиардам по курсу недельной давности. По словам Абрамовича, он поручил своей команде создать благотворительный фонд, в котором будут переданы все чистые доходы от продажи клуба. Деньги будут пожертвованы пострадавшим от войны на Украине. Вот здесь вообще никакой конкретики. Все очень размыто. Кому именно он хочет помочь? Сейчас пострадавших от спецопераций на Украине вагон и маленькая тележка. Те же депутатики, министры, народ и даже сам Абрамович, кстати. Так что, зная олигархов, может и себе всю сумму оставить как пострадавшему. Не, согласен, чувак поднял Челси из жопы. Так бы он города российские поднимал, цены бы не было. Правда? Байден назвал украинцев иранцами. Путин может окружить Киев танками, но не сможет победить в сердца и души иранского народа. Заявил старик. Ну, в своем репертуаре. Гляньте сами. Путин может окружить Киев с танками, но он никогда не получит в сердце и души иранского народа. Хантер, неси папе срочно таблетки. Все-таки «Горячие головы» 1 и 2 – великие фильмы. Но, что страшно, местами даже пророческие. Ну, а с другой стороны, а в чем он, собственно, не прав? Окружив Киев танками, действительно не победить иранский народ? Дед шарит. Чисто технически от окружения Киева в сердцах иранцев и правда мало что изменится. Другое дело, как бы он не направил самолет в Тегеран для эвакуации Зеленского в случае чего, перепутав Киев с Тегераном. В общем, мне кажется, это лишь показатель того, насколько за океаном пофиг на все происходящее на Украине. Украинцы, иракцы. Какая нахрен разница? Главное, что против России. В власти Германии конфисковали 156-метровую яхту «Дилбар Алишера Усманова», которая находилась в доках Гамбурга. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на три источника в яхтинской индустрии. Стоимость яхты около 600 миллионов долларов. Вот это сумма. Считай, небольшой такой город конфисковали. Господин Усманов, как говорится, добро пожаловать в клуб страдающих от санкций, в котором сейчас находится 146 миллионов россиян. Да, произошла деолигархизация яхты. Наверное, впервые за всю историю конфисковали налоги граждан России в виде яхты. Усманова. Ну, а вас, конечно, радующие от души россиян. Но особо не расслабляйтесь, как бы нам на новую яхту не пришлось скидываться. Ну, и напоследок, друзья, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там сейчас идет текстовая и видеотрансляция важных событий на Украине. Ссылка в описании. Я вас всех крепко обнимаю. Всем пока. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok